В студии Бедернисья Гусейнова, редактор выпуска Шерепат Шульгина. Председатель правительства Абдул Муслим Абдул Муслимов провёл заседание оперативного штаба. Главный вопрос – проблема отопительного сезона в республике. Из-за снегопада объекты электроэнергетики и газоснабжения работали со сбоем, без тепла и света оставались тысячи потребителей. Что делать, чтобы ситуация не повторилась, обсудили участники оперштаба. Подробности у Магомеда Баширова. Снег, дождь, ветер и любое другое природное явление приводит к массовым отключениям света, от которых уже давно страдают дагестанцы. Постоянный ремонт, верные отключения с предупреждением и без – эти и другие проблемы в энергетике региона уже не первый год. Это всё результат неполноценной подготовки к осенне-зимнему периоду, и поэтому внештартных ситуаций становится больше. Мы провели, скажем так, сплошной тепловизионный контроль всех подстанций 35 кВт и выше, и всех воздушных линий 35 кВт и выше. Для этого мы с других филиалов пригласили сотрудников. Работу мы сейчас эту завершили. Мы выявили большое количество дефектов по нагреву оборудования, которые сейчас в установленном порядке устраняем, для того, чтобы по этой причине не допускать отключения оборудования. Мы всё понимаем. Мы всё понимаем, что сегодня к расходованию бюджетных средств тоже должно быть такое тонкое отношение. Но в связи с тем, что это связано с созданием необходимых условий для граждан, для жителей республики, мы вас просим на это обратить внимание. И где наибольшее частое отключение идёт. Качественное газоснабжение – второй и не менее важный пункт, связанный с отопительным периодом. Анализ ситуации, в которой сегодня находятся газовые хозяйства региона, требует сделать выводы и начать показывать результаты работы. Пробелы в техническом обслуживании приводят к смерти людей. От хлопка или угара газа. Причина – не сертифицированное оборудование. Мне доклады не нужны ваши. Не дайте результат. Вы же руководитель инспекции. Всё. Если руководитель инспекции, соответствующие контрольно-надзорные органы, представьте соответствующую информацию и приведите 15, 20, 50 штук фактов. А подключение не сертифицированного оборудования. Есть. Всё. А почему не делаете вы это? Вы ждёте пока дальше, чтобы исходный был, что ли? Нет. Результат должен быть и в кассовом освоении бюджетных денег. Наспроекты и госпрограммы должны быть реализованы вовремя и без сбоев. Здесь важно грамотно спланировать и закупочную деятельность. Причём закончить все процедуры надо в первом полугодии. Министерство финансов проводит работу по подготовке предложений по оптимизации расходов в целях обеспечения сбалансированности бюджета и сокращения его дефицита. В связи с этим финансирование расходов осуществляется, исходя из приоритетности финансового обеспечения, социально значимых и первоочередных расходов, а также возможного сокращения отдельных позиций. Просьба не направлять предложения по финансированию по отдельным расходам полугодовых или годовых назначений с целью увеличения процента классового расхода. Всем министрам, районным главам и руководству налоговой службы поручено подготовить предложения по увеличению налогооблагаемой базы. Сегодня в Махачкале очередная сессия Народного собрания Дагестана. Ключевой вопрос в повестке – отчёт о результатах деятельности правительства республики. С докладом выступил премьер Дагестана Абдул Муслим Абдул Муслимов. Что поменялось за последний год в регионе – репортаж Виктории Кубаевой. Прошлый год выдался непростым. И анализируя его итоги и проведённую работу правительством, обязательно надо помнить про развязанную Западом санкционную войну против России. Это заставило всех ещё раз переосмыслить свои планы. Но сразу же руководством страны была поставлена задача реагировать быстро, а все намеченные планы – воплотить в жизнь. Эту работу на месте координирует оперативный штаб, возглавляемый председателем правительства Абдул Муслимом Абдул Муслимовым. Это почти совпало со временем с указом Сергея Меликова о его назначении на должность премьера. Правительство по поручению главы Дагестана активно подключилось к работе по отправке гуманитарных грузов в зону СВО и оказанию помощи мобилизованным и семьям военнослужащих. Узнать обстановку на месте в Луганскую народную республику премьер в декабре отправился лично. Дагестанская экономика быстро адаптировалась к новым условиям. Все приоритетные направления получили поддержку. Идет масштабное строительство социальных объектов, школ, детсадов, фапов и больниц. По объемам капитального ремонта школ мы вовсе в лидерах по стране. В целом для сферы строительства 2022 завершился положительно. Дагестан – единственный регион России, представляющий субсидии на покупку жилья инвалидам первой группы и семьям с детьми-инвалидами. Безработных в Дагестане стало вдвое меньше. В регионе реализуется порядка 7 тысяч социальных контрактов на сумму свыше 900 миллионов рублей для самозанятых. Своё дело открыли уже более 2000 человек. Продолжается реализация программы «Безопасные качественные дороги». Десятки километров автотрасс стали соответствовать современным стандартам. Промышленность – хребет экономики. В русле политики импортозамещения освоено производство новой продукции на старейшем предприятии – Республики Дагестан Стеклотара в Дагогнях. Наращивают объемы производства ранее запущенной фабрики и заводы. Для всего этого необходимо устойчивое энергосбережение. В духе времени Дагестан осваивает возобновляемые источники. Летом в Южно-Сухокумске запускается крупная солнечная электростанция. На 15 мегаватт к концу года власти Дагестана подписали соглашение с РУСГИДРО о строительстве Магухской гидроэлектростанции мощностью 49,8 мегаватт. Республика – ведущий животноводческий регион страны. Правительство делает всё возможное для поступательного развития отрасли, что позволило не просто сохранить достигнутые позиции, но и ощутимо повысить производство продукции в основных секторах АПК, что подтверждают и итоги минувшего года. По всем показателям и по индексу развития сельскохозяйства на 1,8-2% превосходит прошлогодние показатели. Показатели одно, но когда сегодня мы воочию здесь это всё видим, видим горожане, наши махачкалинцы, какая всякая экологичная продукция производится на наших фермах, на наших полях, это очень приятно. По итогам уборочной кампании валовый сбор винограда составил более 200 тысяч тонн урожая, около полутора миллиона тонн овощей собрали с полей. Хорошие темпы развития набирает и рисоводство. Валовый сбор уже достиг 136 тысяч тонн, что является наилучшим результатом в истории рисоводства республики. С развитием сырьевой базы отрасли параллельно развивается сфера переработки. В Кизлярском районе только в этом году с участием средств господдержки осуществили техническую модернизацию трёх цехов по переработке риса. Динамичное развитие отрасли рисоводства стало возможным в том числе и благодаря существенной господдержке миллиардативного комплекса. Более 800 миллионов рублей было направлено из республиканского бюджета на реконструкцию и восстановление миллиардативной сети региона. Ведущий животноводческий регион России Дагестан продолжает наращивать поголовье крупного и мелкого рогатого скота. На полях республики уже пасутся около миллиона коров и более 4,5 миллиона овец и коз. Положительная динамика наблюдается и в производстве основных видов животноводческой продукции – мяса, молока, яйца и шерсти. К примеру, в республике ежегодно производится до 40 тысяч тонн баранины, известной своими вкусовыми качествами далеко за пределами республики. Ещё одна бурно развивающаяся отрасль – это туризм. Тройка самых популярных точек – Дербен, Сулакский каньон и Бархан-Сарыкум. Строятся десятки гостиниц, сотни кафе, улучшается дорожная инфраструктура. Десятки тысяч людей нашли хороший заработок. Серьёзный толчок к развитию получили горные районы, прежде глубоко дотационные. Такому росту помогли и работа правительства по включению Дагестана во всевозможные программы, такие как чартерная программа, туристические кэшбэки. Растут инвестиции в гостиничное хозяйство, открываются новые туристические площадки. Количество туроператоров в Дагестане также растёт. Федеральный центр выступил за создание круглогодичного курорта «Кайкент» и Всероссийского детского центра «Дагестан». Первых отдыхающих здесь встретят уже в 2025 году. Депутаты Народного собрания, в числе которых и Камиль Давдеев, привезли военнослужащим в зону СВО очередную партию гуманитарной помощи. Помимо продуктов питания и предметов первой необходимости, бойцам передали подарки к Дню защитника Отечества. Репортаж Натальи Алипулатовой. День защитника Отечества депутаты Народного собрания встретили не в привычной обстановке, а вместе с военнослужащими в зоне специальной военной операции в Луганской области. Народные избранники привезли бойцам собранную в Дагестане гуманитарную помощь. Продукты питания, тёплую одежду, предметы первой необходимости и, конечно, посылки с подарками к празднику. Вся страна, вся Россия надеется на вас, надеется на вооружённые силы нашей страны, надеется на военно-морской плот. Конечно же, весь народ сегодня как единый, один кулак стоит в тылу и желает скорейшей победы. В числе подарков и окопные блиндажные свечи, сделанные дагестанскими школьниками в рамках акции «Тепло души» и главное. Депутаты привезли участникам СВО квадрокоптеры, необходимые в повседневной боевой работе. За гуманитарную помощь, доставленную в целости и сохранности, всестороннюю поддержку от руководства войсковой части в адрес главы республики вручили депутатам благодарность. Постоянно оказываем помощь в моей части, также в всем моем военнослужащем армии Министерства обороны России и выразить ему благодарность. Передадите, надеюсь. Сегодня правительство республики уделяет особое внимание семьям военнослужащих. Никто не остается без внимания. Регулярно, особенно по праздникам, их навещают сами депутаты и оказывают необходимую помощь. В ходе встречи народные избранники заверили. Дома их ждет надежный тыл, а победа обязательно будет за нами. Дагестанцы продолжают защищать интересы страны в зоне СВО. Орденом мужества награжден матрос Джабир Идрисов из Деребенского района. Награду ему вручил герой России генерал Рустам Мурадов. Герои должны видеть в лесу, снимая свою маску, вот так, понял. Тобой гордится вся Россия. Был пред, приехал тебя поздравлять. Родина тобой гордится. Семьяки твои гордятся. Откуда родом? Дагестан. Вот тем более, елки парни. Ясно тебе предплыл. Орден мужества получил. Родителям огромный салам. Что сказать, гордится весь дербенский народ. И вся республика, и вся Россия. Поздравляйте. Сотрудники службы судебных приставов по городу Избирбаш провели урок мужества в подшефном детском доме номер 7. Судебные приставы Арсен Магадов и Тимирхан Сулейманов рассказали о величии подвига солдатов в годы Великой Отечественной войны, о крупнейших сражениях и героях Советского Союза. Ребята с интересом слушали информацию и о нынешних защитниках Отечества, о героях России, получивших награды в дни проведения СВО. Завершился урок мужества исполнением патриотических песен. Говорится в сообщении пресс-службы Республиканского управления службы судебных приставов. Новости культуры. Сегодня в 17 часов в Доме поэзии встреча с известным журналистом, заслуженным работником культуры России Емой Тищенко. Уроженка города Читы Емма Андреевна приехала в Дагестан в 1968 году и осталась здесь навсегда. Трудилась в разных печатных изданиях, в том числе корреспондентом газеты «Дагестанская правда». Она автор более десяти книг. За многолетний труд награждена медалями «Патриот России» за доблестный труд высшими наградами Союза журналистов страны. Сегодня Гунибский краеведческий музей, филиал Национального музея Дагестана, приглашает на открытие выставки. Ольга Форш «Возвращение». Ольга Форша родилась в крепости Гуниб. Очень любила Гуниб и называла его «истинным источником, откуда вытекла вся ее работа». 28 мая известной писательнице и художнице исполнилось бы 150 лет. С 1 по 3 марта в Махачкале в историческом парке «Россия. Моя история» впервые в Дагестане пройдет патриотическо-образовательный киномарафон «Эхо-фестиваль» «Победили вместе». В течение трех дней зрители увидят шесть документальных лент отечественных кинематографистов и встретятся с авторами фильмов. Киноленты посвящены страницам истории нашего Отечества, его настоящему и будущему. Погода В Махачкале без осадков, ветер переменный до 5 метров в секунду. Температура воздуха 12, 14 тепла, вода в море 4 градуса. Продолжение следует...